здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами поговорим об очень важном витамине жирорастворимой витамине который называется к скорее всего его можно разделить на два это как к 1 и к 2 меня зовут виктория андерсон я диетолог нутрициолог и автор книги гармония счастья через осознанное питание оставайтесь со мной сейчас об этом витамине интересном поговорим этот жирорастворимый витамин был открыт в 1929 году прошлого столетия и как я уже сказала есть витамин к 1 он поступает к нам в организм из растительной пищи а к 2 вырабатывается бактериями нашего кишечника и также поступает наш организм из животного происхождения пищи к 1 он способствует загущению нашей крови а к 2 наоборот разжижению крови и поэтому мы сегодня поговорим именно о витамине к 2 с годами к сожалению наши сосуды кальцифицируются и это все происходит ну как бы после 50 лет вы наверно все слышали о том что какая-то непроходимость артерий у кого-то возникают какие-то бляшки которые потом отрываются и это возникает с помощью этого отрывания бляшки кровоизлияние в мозг и человек умирает и происходит это все мои дорогие из-за того что мы с вами слишком много едим сладкого мучного и быстрых углеводов из-за злоупотребления в течение какого-то длительного периода этих самых сахаров и всего вышеперечисленного это начинает раздражать и петели сосудов они делаются не такими эластичными и они делаются хрупкими и возникают какие-то трещины но аллилуйя восемь раз наш организм умнейший приходит к нам на помощь ура ура и он начинает как бы собирать наши кальциевые и холестериновые депозиты в одно и образуется в такой некий пластырь в наших сосудах который защищает и помогает как бы восстановиться этому самому сосуду растворить вот это вот уплотнение уплотнение и потом восстанавливает кровотечение в наших сосудах это очень и очень важный витамин к 2 то есть если у вас есть предрасположенности или уже имеется какие-то инсульты инфаркты какие-то проблемы с сосудами сердечные сосудистые заболевания у вас имеется повышенный холестерин и так далее послушайте об этом сейчас мы разберем эту тему и тема этого видео родилась у меня после того как одна из моих выпускниц школы nordic balance которая проходила у меня программу похудения ей нужно было похудеть на 20 килограмм перед операцией и меняли вот ей нужно было конечно же до операции сбросить вот этот лишний вес и мы с ней пройдя эту программу она пришла в свой здоровый вес сделали операцию я и позвонила говорю как твои дела ли она как-то восстанавливаешься какие-то витамины принимаешь так далее она ведь ну мне врач сказал принимать кальций и d3 а как ты принимаешь с чем ты принимаешь этот эти витамины спросила я она так удивилась как с чем с водой так вот говорю а как же без витамина k2 почему я задала этот вопрос потому что когда мы принимаем кальций с витамином d3 ура ура но без k2 значит как получается кальций у нас усваивается с помощью витамина d3 d3 является как бы транспортным средством для нашего кальция в организме но k2 витамин является как бы навигатором он помогает d3 забрать из депотов ненужных заметьте скоплений нашего кальция в организме то есть из сосудов и принести именно этот самый кальций в нужные места нашего организма то есть из сосудов где происходит кальцификация и донести этот самый кальций в нужные места это наши кости и наши зубы это очень и очень важно для того чтобы у нас не было вот этого самого скопления в ненужных местах нашего организма k2 очень важный помощник поэтому обратите на это огромное внимание кто в группе риска это люди с ожирением это люди которые имеют неправильное такое незабалансированное питание это люди которые находятся на каких-то жесточайших диетах обезжиренных заметьте те люди которые принимают курс регулярно каких-то медикаментов они тоже в этом в этой группе этой группе относятся люди с заболеванием печени огромный перечень людей которые как бы в этой группе риска самой да и сейчас мы обратимся к тому каким образом и какие признаки того что вы в этой группе именно находитесь еще в группе риска конечно же женщины находятся которые в менопаузе и мужчины после 60 лет те у кого есть какая-либо хрупкость костей да вот допустим упали там и у вас сразу же перелом случился и так далее что происходит к сожалению очень часто с пожилыми людьми да значит симптомы того что у вас дисбаланс этого самого витамина к у женщин обильные очень болезненные менструации частые какие-то кровотечения к примеру чистите зубы у вас появляется кровь и из десен до или же вы почесали нос сразу пошла кровь из носа синяки ударились сразу же у вас тоже огромный какой-то стеняка возник да то есть обращайте на это внимание головокружение слабость какая-то потливость нервозность это все играет наш витамин к2 большую при большую роль обратите на это внимание если у вас есть такие симптомы то вам необходимо конечно же проконсультироваться с вашим лечащим врачом и начать принять принимать вот этот самый к2 витамин в каких продуктах находится этот витамин как мы уже выше сказали о том что мы его получаем из пищи животного происхождения значит жирные сорта рыбы это лосось форель скумбрия сельдь также к2 находится в масле в сливочном желтках во всех видах печени печень гусиная утина куриная печень трески масло печень трески великолепно огромное содержание витамина к имеет в себе ни в коем случае не ешьте обезжиренные продукты почему потому что в обезжиренных продуктов обязательно присутствует огромное количество кальция и отсутствует витамин к и это естественно послужит тому что у вас в сосудах будет именно много большое скопление кальция еще хочу сейчас дополнить что в группе риска есть первые признаки того что у вас есть нехватка витамина k2 если у вас есть катаракта катаракта это тоже опять же отложение кальция в неправильном месте в данном случае это на глазах профилактика остеопорозов остеохондрозов сердечно-мускулярной деятельности все этому всему этому помогает наш витамин к сердцу какая будет помощь если у вас будет баланс этих всех витаминов d3 k2 и кальций совершенно верно до взаимодействует сердце будет у вас работать прекрасно вас не будет какой-либо закупорки сосудов для костей он великолепно на кости влияет и помогает у вас не будет вот этой вот хрупкости как губ когда при остеопорозе то есть будет плотность важная достаточное количество витамина k2 помогает восстановить чувствительность организма к инсулину то есть у вас клетки будут лучше реагировать улучшится метаболизм в клетках вы будете больше получать энергии сколько нам необходимо получать витамина k2 в день это обычно я советую обязательно потому что есть две такие самые популярные пищевые добавки виде мк4 и мк7 я всегда советую брать мк7 и эти препараты пищевые добавки они называются мк7 d3 вот это самый лучший вариант и одну капсулу в день в день вам нужно будет 100 микрограммов и пропить такую курс вам необходимо там 30 капсул по моему в одной упаковке прямо вот две баночки каждый день по одной капсуле у вас получится это два месяца потом сделать какой-то перерыв можете сдать анализ проверить состояние своих сосудов наш организм усваивает всего лишь 20 процентов витамина k2 из продуктов которые мы едим и поэтому вот эта самая капсула которая он сказал мк7 d3 вам поможет сделать как бы создать баланс вашем организме доказано японскими учеными есть научные статьи об этом которые также изучала том что женщины в период менопаузы получающие дополнительно этот самый витамин k2 как пищевую добавку у них снижается проблема с переломом костей в 70 на 70 процентов заметьте то есть обязательно не бойтесь проконсультируйтесь врачом и принимайте эту пищевую добавку ну и конечно же измените свой рацион питания если у вас большой вес снижайте вес на 10 килограмм на 5 на 3 сколько вам необходимо добавляйте в свой рацион все продукты которые вам также перечислила напомню что ваш рацион питания сбалансирован должен состоять из 60 процентов жиров 25 процентов белков и 15 процентов углеводов и вместе в комбинации с этой пищевой добавкой mk7 d3 ваша жизнь станет налаживаться здоровье станет восстанавливаться воспалительные процессы приостановятся ваши сосуды начнут работать так как им нужно бляшки будут растворяться энергия появится вашей жизни и все у вас будет хорошо дорогие мои спасибо что были со мной спасибо что посещаетесь огромное отдельное спасибо для новых подписчиков которых у меня становится все больше и больше я вас всех очень и очень люблю ценю и благодарна вам за то чтобы у меня есть спасибо за то что были сегодня со мной и до новых встреч пишите в комментариях какие бы вы хотели темы чтобы я затронула в следующий раз будьте все мне здоровы счастливы любимы живите долго долго и будьте в гармонии с самим собой с вами была любящая вас виктория пока до новых встреч Продолжение следует...